В этом видео мы посмотрим, как настроить с нуля шаблон AB Inspiration 377. Итак, для начала, перед тем, как мы начнем настройку, необходимо сделать некоторую подготовительную работу. Первое. Необходимо скачать все необходимые файлы и архивы с клуба MLM Blog за час. Скачайте все это себе на компьютер, шаблон, папку с плагинами и архив с рабочими файлами. Все это вы найдете по ссылкам. После того, как вы все скачаете, чтобы у вас все оказалось в одной папке, разархивируйте два архива. Первый. Working Files. У вас появится, после разархивации Working Files появится папка рабочие файлы с некоторыми необходимыми для работы файлами. Мы в дальнейшем их рассмотрим. Далее разархивируйте архив Plugins и у вас появится папка с плагинами. Они все в zip архивах, их разархивировать не нужно. Также не нужно разархивировать шаблон AB Inspiration 377. Также для удобства настройки я создала несколько файлов заранее. Первое. Это картинка для формы подписки. Далее картинка, ну, мое изображение, это может быть ваша фотография для отправки в социальной сети. Далее картинка Favicon 16 на 16. Как ее создавать, есть отдельное видео. А также я создала отдельный файл, называется Unworking File. Я дам его в качестве примера, где записаны все-все-все необходимые данные для настройки шаблона. Открываем этот файл. Вам нужно будет создать его самостоятельно, отдельно. Перед этим нужно будет зарегистрировать все необходимые профили в социальных сетях. Также получить ссылки. По всем этим моментам есть отдельные также видео. Здесь мы и рассматривать их не будем. У меня уже есть заполненный файл. Вам предстоит его заполнить заранее. Я его открываю и буду им пользоваться в момент настройки шаблона. Итак, я открыла свой рабочий файл, где у меня есть все необходимые данные для настройки блога, которые я подготовила заранее. Вам тоже нужно будет это сделать заранее по специальным видео. И первое, что мы сейчас сделаем на блоге, это загрузим сам шаблон. Итак, переходим в админку вашего блога. Переходим в раздел «Внешний вид темы». Далее нажимаем на кнопку «Установить темы». Загрузить. Выбрать файл. Найдите на компьютере, куда вы скачали шаблон. Куда вы скачали последнюю версию шаблона. И закачайте архив. И вставьте архив «AB Inspiration 377 ZIP». Нажмите на кнопку «Установить». Это может занять несколько секунд. Не торопитесь, не переключайте экран и не закрывайте браузер. Далее нажмите на кнопку «Активировать». Следующий шаг во внешнем виде с левой стороны. Перейдите в раздел «Настройки шаблона». Спуститесь в самый низ и нажмите «Сохранить изменения». Далее мы начинаем настройку блога. Итак, перейдите в раздел «Параметры», «Общие». Здесь нам необходимо заполнить название сайта. Я воспользуюсь своей шпаргалкой, рабочим файлом, который я уже создала заранее. Я копирую название сайта и вставляю его в поле. Далее, краткое описание. Также я заранее подготовила. Копирую. Вставляю в поле. «Емэл адрес». Здесь у вас должен быть указан адрес при установке в WordPress. Вы можете его заменить на другой. Далее. Укажите формат даты произвольно. И чтобы у вас здесь стояла «JFY». «J» маленькая, пробел «F», пробел «Y». Тогда у вас дата будет на русский манер. То есть число, месяц и год. Далее. Формат времени. Проверьте, чтобы стоял «H». Двоеточие «I». Если у вас здесь так стоит, то все нормально. «H» большое, двоеточие «I» маленькое. Сохранить изменения. Далее. Переходим в следующую настройку «Написание». Здесь оставляем все как прежде. Вы можете в дальнейшем изучить эти более настройки подробно и настроить их под себя. Нас интересует последний пункт «Сервисы обновления». Вот в этом поле необходимо вставить список, который прилагается в папке «Рабочие файлы». Итак, открываем «Рабочие файлы». Открываем файл «Сервисы обновлений». Копируем список. Закрываем. И на блоге в админке вставляем этот список. Отлично. Нажимаем «Сохранить изменения». Далее. «Чтение». Оставляем как есть. В дальнейшем можете опять же изучить эти настройки и настроить под себя. А так, в принципе, можно все оставить как есть. Дальше. «Обсуждение». Также оставляем как есть, без изменений. Медиафайлы тоже не меняем. Далее. «Постоянные ссылки». Постоянные ссылки. Если у вас не отмечена опция «Название записи», отмечаем название записи. Спускаемся вниз. «Сохранить настройки». Далее. Следующее, что мы настроим, это «Пользователи». Переходим в раздел «Пользователи». «Все пользователи». Здесь уже есть один пользователь, это вы, администратор, и нужно его настроить. Нажимаем «Изменить». Далее. «Имя». Вставляем ваше имя, свое имя. Я пользуюсь своим файлом, заготовленным. «Имя», «Фамилия». «Фамилия». И «Отображать как» выбираем «Анфиса Бреус». Далее. «Емейл». Здесь необходимо прописать емейл вашего Граватара. Как зарегистрировать Граватар, тоже есть отдельное видео. Я же пользуюсь своей заготовкой и беру емейл Граватара, который у меня зарегистрирован. Далее. «Сайт». Здесь вы можете прописать доменное имя вашего блога, либо другого сайта, который у вас есть. Эта ссылка будет отображаться в комментариях. Далее спускаемся в самый низ и нажимаем «Обновить профиль». Переходим в раздел «Внешний вид. Настройки шаблона». Здесь у нас есть большое количество настроек. Первые шесть вкладок «Стиль блога», «Стиль шапки», «Стиль меню», «Стиль статьи» и «Стиль виджетов» отвечают за внешний вид, за изменение внешнего вида блога. Есть отдельных два видео, как настраивать внешний вид блога. Сегодня мы их рассматривать не будем. У нас будет установлен шаблон по умолчанию, внешний вид по умолчанию. И начинаем мы настройку с настройки статей, со вкладки «Настройки статей». Итак, здесь у нас «Отображать миниатюру в записях», пусть стоит галочка. Далее вы можете здесь выбрать «Стиль изображения», как будут картинки отображаться на вашем блоге. Далее «Настройка изображения статей на главной странице». Если вы хотите, чтобы отображался на главной странице полный текст, поставьте галочку, и ограничить его можете количеством знаков. Если хотите, чтобы отображался анонс, как сейчас, то ничего не нужно указывать. Далее «Кнопки мне нравятся. Твиттер, Гугл Плюс в начале статьи на главной странице». По умолчанию они включены и будут отображаться. Если вам они не нужны, вы можете их всегда отключить. Далее «Настройка кнопки поделиться в конце статьи». Здесь вы указываете текст этого блога, его внешний вид этого текста, если вам необходимо. Так можете оставить, как есть. Далее «Комментарии в социальных сетях» три в одном. Поставьте галочку, и тогда у вас будет возможность на блоге для ваших посетителей «Отправлять комментарии через ВКонтакте и Фейсбук». Далее «Смайлики в комментариях» тоже оставьте галочку, тогда у вас будет возможность для ваших, точнее, посетителей ставить смайлики в комментариях. Все, нажимаем «Сохранить изменения». Далее. «Раздел вставки». Это самая, пожалуй, важная вкладка, которую необходимо очень внимательно заполнить. Итак, «Фавикон». «Фавикон» – это картинка в адресной строке. Обычно это портрет маленького размера 16х16. Как ее сделать, есть отдельное видео, и есть ссылка, которая сгенерирует вам специальную картинку. У меня она уже заготовлена, и я ее загружаю через компьютер. Итак, в моей папке уже заготовлена эта картинка «Фавикон». Я ее выбираю. Нажимаем «Выбрать». Все, картинка появилась. Далее. «Изображение для соцсетей по умолчанию». Также у меня заготовлена есть картинка. Должна быть она 200х200, не меньше. «Выбрать». Далее. «ID Twitter» я пользуюсь своей заготовкой. И вот здесь вот у меня уже написано «Настройки шаблона вставки». И первое, что нужно, это «Твиттер». Копирую в заготовке свой ID. Далее «ID профиля Facebook». Вставляем ID профиля. Далее «ID приложения Facebook». «ID ВКонтакте». Далее «ID в одноклассниках». Как видите, все очень просто делается, когда заранее все заготовлено. Далее «Емейл формы подписки». «ID FitBurner». Еще раз повторю, что все получения вот всех вот этих ссылок, ID, есть отдельные подробнейшие видео, как все эти ссылки и ID получить. Поэтому заранее, если у вас всех вот этих ID нету, и у вас нету профиля, и вы не знаете, как это все сделать, нужно все будет посмотреть заранее видео дополнительные и составить вот такой вот рабочий файл. Далее «Вставка мета тегов других скриптов в Head». Здесь мы вставляем специальный код от Google. Тоже есть видео, как его получить. Далее «Код статистики». Чтобы знать, кто посещает, когда и сколько человек ваш блог, нужно обязательно зарегистрировать код статистики в Google Analytics и вставить вот такой вот код. Далее «Партнерка MLM-блог за час». Вы тоже заранее регистрируете партнерку и вставляете свою здесь партнерскую ссылку. Далее нажимаем на кнопку «Сохранить изменения». Следующий момент – форма в виджете. Здесь нам нужно заполнить поле «Заголовка формы подписки». Тоже воспользуемся заранее заготовленным заголовком. Вставляем его в поле. И здесь вы можете его отредактировать. Допустим, поставим его по центру. И сделаем немножко крупнее шрифт. 22. Далее здесь вы можете отредактировать внешний вид этого заголовка. Можете также здесь воспользоваться кнопочками. Ну, в общем, здесь все как обычно. Далее. Текст гарантии оставляем как есть. Текст шрифта можете выбрать. Выбрать картинку для формы подписки. Я установлю свою, заранее заготовленную. Далее вы можете выбрать цвет формы подписки в виджете. Какого будет цвета в верхней части, переход в нижнюю, гардиент. Далее цвет границы, закругления будут или нет. Давайте поставим три, например. Цвет кнопки и текст на кнопке. Далее нажимаем «Сохранить изменения». Следующая вкладка «Форма подписки в конце статьи». Здесь нужно определить, какой у вас респондер. Например, Smart Responder. И тогда заполнить три поля. TIT, UIT и DIT. Я пользуюсь своим рабочим файлом и копирую заранее подготовленные данные. TIT, UIT – это ID пользователя, ID рассылки и ID ключа. Далее, если вы используете респондер JustClick, то нужно будет отметить здесь галочку, здесь «Отменить» и прописать здесь данные соответственно JustClick. Далее, заголовок формы. Также заранее заготовленный берем заголовок, вставляем форму, редактируем на свое усмотрение, как вам нужно. Указываем размер, шрифты, цвет и так далее. Давайте цвет укажем черный. Далее, цвет фона также вы можете выбрать. Картинку ставим заготовленную свою, либо оставляем то, что есть. Далее вы можете написать текст на кнопке и нажмите «Сохранить изменения». Далее, баннеры. Следующая вкладка. Здесь мы пишем заголовок виджета, как будет называться этот виджет. Далее, здесь стоит галочка «Менять местами». И дальше нам нужно прописать в баннерах, в разделах «Баннер 1», «Баннер 2», «Баннер 3», «Баннер 4» ссылку на изображение баннера и партнерскую ссылку. Перед этим, конечно, нужно зарегистрироваться во всех этих партнерских программах. У меня, опять же, все заготовлено заранее. Я копирую изображение и ссылку. Далее, изображение. Как видите, мы убираем баннеры, которые стоят по умолчанию в картинке. Итак, третий баннер. Копируем. Убираем картинку, вставляем свою. И, наконец, последнее. Так, у меня не прописана здесь ссылка. Пропишем вручную. Хорошо. Далее нажимаем «Сохранить изменения». Последняя вкладка «Поп-ап» заполняется по желанию, если у вас куплен поп-ап «Экспоп». «Экспоп» Кирилла Лицеховича. Сейчас мы ее пропустим тоже. Итак, следующим шагом. Следующим шагом мы создаем необходимые страницы. Переходим в раздел «Страницы», «Все страницы». Здесь уже у меня на примере созданы все необходимые страницы. Это страница об авторе, контакты и карта сайта. Страницу по умолчанию можно удалить. Пример страницы. Итак, давайте посмотрим, как создается страница. Нажимаем на кнопку «Добавить новую». Далее в поле «Введите заголовок» вводите заголовок с страницы. Далее в большом поле вводите текст, который будет отображаться на странице. И нажимаете «Опубликовать». Собственно, вот так вот создается страница. Подробное видео, как создавать страницы и записи, есть отдельно. Итак, давайте посмотрим, как у нас создаются эти страницы. Страница об авторе, она произвольная. Страница «Контакты» и «Карта сайта» – они есть специальные шаблоны для этих страниц. Итак, давайте посмотрим. «Контакты», «Заголовок». И вот здесь вот с правой стороны «Атрибуты страницы» необходимо выбрать шаблон «Контактная форма». «Контактная форма» и сохранить данную страницу. Также со страницей «Карта сайта». Давайте посмотрим. Значит, «Карта сайта» и в шаблоне мы выбираем «Шаблон карта сайта». Тогда у нас будет на странице отображаться «Карта сайта». Здесь ничего писать не нужно. Давайте на этом этапе посмотрим, как у нас сейчас выглядит уже блог. И перейдем на блог, откроем блог в новой вкладке. Наведите мышкой на название блога в левом углу, наверху. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите из списка «Открыть ссылку в новой вкладке». Блог откроется в новой вкладке. И вот так вот у нас выглядит сейчас блог на данном этапе его создания. Итак, дальше. Когда вы создали все страницы, необходимые страницы, например, «Карта сайта» уже заложена. Видите, все уже есть здесь данные. Дальше «Контакты» с формой обратной связи об авторе. Это вы уже напишите произвольно там текст. На следующем этапе мы настраиваем боковую колонку. Итак, возвращаемся в админку. Переходим в раздел «Внешний вид» — «Виджеты». И здесь все с боковой колонкой у нас очень просто. У нас уже заданные есть виджеты. Один — пронумерованные. И все, что нужно, это перетащить их в правую сторону и настроить. Итак, для начала мы настроим первый виджет, нулевой точнее, 0AB, фото в шапке. Этот виджет особенный, и он предназначен для специального поля, для специального места на блоге, вот с правой стороны в шапке блога. Давайте его в первую очередь настроим, и перетаскивается он в раздел «Виджет в шапке». Откройте этот блок, виджет в шапке, наведите мышкой на нулевой блок фото в шапке, нажмите левой кнопкой мыши, удерживайте и перетащите его в блок виджет в шапке. Далее он раскроется, и его необходимо настроить. Итак, настройка. Первое. Выбираем, где он будет располагаться, по центру, наверху или внизу в шапке. Далее высветилось ваше имя, оно появилось автоматически из раздела «Пользователи», то, что мы настраивали ранее. Далее также появился e-mail для связи, он появился автоматически, также из раздела «Пользователи». Далее необходимо заполнить вкладку «Телефон». Я воспользуюсь своей шпаргалкой. Ставить. Далее Skype для связи. Если вы эти поля оставите пустыми, то данные поля просто не будут отображаться на блоге. Далее e-mail граватара. Здесь тоже e-mail появился автоматически из раздела «Пользователи», тот e-mail, который вы уже указывали. И размер граватара по умолчанию стоит 75, вы можете его увеличить. Граватар – это фотография. Итак, нажимаем «Сохранить» и давайте посмотрим, где у нас появился этот блок. Обновляем страницу. Как видите, с правой стороны появилось фото и все данные. Далее вы можете выбрать цвет текста. По умолчанию он стоит белый, но вы можете воспользоваться палитрой и выбрать нужный цвет. Все, с этим виджетом мы закончили. Закрываем виджет в шапке и теперь настроим основную боковую колонку. Итак, виджет номер один. Наводим на виджет, нажимаем левой кнопкой мыши и перетаскиваем в правую сторону. Что здесь необходимо заполнить? Заголовок, текст приветствия. Итак, текст приветствия. Берем заготовленный заранее. Далее, граватар, емейл граватара. Размер фото оставляем как есть. Расположение фото слева-справа. Далее, читать далее по желанию. Такая будет опция. Читать далее об авторе. Здесь вы можете написать свой текст и поставьте ссылку на страницу об авторе. Давайте мы ее сейчас сразу посмотрим. Перейдите на блог, перейдите на ссылку об авторе и скопируйте данную ссылку на вашу страницу. Отлично. Если ссылки здесь не будут стоять, тексту читать далее не будет показываться. Далее, настройка аудио приветствия. Если у вас записано аудио приветствие, вы его закачиваете на любой аудио хостинг, либо на свой хостинг и берете ссылку. У меня уже есть заготовленная ссылка. Я загрузила это аудио из аудиосервиса под FM. Далее, автопроигрывание. Это означает, что когда человек поводит на вашу страницу, аудио начинает сразу играть. Мы отменяем эту опцию. Далее, настройка видео приветствия. Если у вас также есть еще и видео приветствие, то вы можете выбрать, где оно у вас находится. Либо это просто файл, загруженный на ваш хостинг, либо это YouTube. В моем случае это YouTube. И для YouTube я беру только код, хвостик. Здесь на примере написано. Вот ссылка на YouTube и в конце, после V равно, есть вот такой вот хвостик. Мы его как раз скопируем и вставляем. Далее, настройки контактов. e-mail, настройка Skype, логин Skype и телефон. Показывать только на главной. Отлично, сохраняем. Более подробные видео по всем виджетам есть, опять же, отдельно. Далее, форма подписки. Второй виджет перетаскиваем в правую сторону. Отмечаем галочкой, какой у нас респондер. Смарт-респондер или Just Click. И заполняем необходимые данные. Опять же, я пользуюсь своей шпаргалкой. TIT. Это ID канала. Второе ID пользователя. И третье ID самой рассылки. Нажимаем сохранить. Внешний вид этой формы мы заполняли в настройках шаблона. Далее, третий виджет. Следуй за мной. Здесь нам необходимо прописать все ссылки на наши социальные сети. Заголовок произвольный. Например, следуй за мной. Далее, ссылка в Twitter. Заранее заготовленные ссылки. Ссылка на профиль аккаунт в Twitter. Ссылка на Facebook. Это те ссылки, при переходе на которые человек будет попадать на ваш профиль в этих социальных сетях. Далее, ВКонтакте. Одноклассники. YouTube. Копируйте аккуратно, чтобы у вас не были лишние пробелов ни в начале ссылки, ни в конце. Это очень важно. И, наконец, Google+. Далее, вы выбираете размер кнопок. Если вы заполнили все поля, будут отображаться все кнопки. Поэтому оптимальный размер 45. Если вы какие-то социальные сети пропустили, не заполнили, значит, данная кнопка не будет отображаться. И можно выбрать другой размер 64. Итак, сохранить. Закрываем. Идем дальше. Четвертый виджет. Facebook Likebox. Произвольный заголовок. И здесь нужно прописать ссылку на фан-страницу. Предварительно ее создать. Видео, как создавать, тоже есть отдельно. Я копирую ссылку. Вставляю. Далее, настройки. Показывать лица поклонников – да. Ленту – нет. Шапку – тоже отключим. Высота блока, например, 400. Минимальное – 300. Далее, нажимаем «Сохранить». Закрыть. Следующий виджет под номером 5. Группа ВКонтакте. Произвольный заголовок. Далее, здесь нужно прописать ID группы. Опять же, ее предварительно нужно создать. У меня все заготовлено. И высота блока. К примеру, 300. Сохранить. Закрыть. Следующий виджет. Группа ВОДНОКЛАССНИКАХ. Также нам необходимо ее создать. Здесь ничего не нужно прописывать. Единственный произвольный заголовок. А ID мы уже прописали в настройках шаблона в разделе «Вставки». Нажимаем «Сохранить». Закрыть. Далее. Седьмой виджет. Профиль в Google+. Произвольный заголовок и ID профиля. Копирую. Заранее заготовленный. Сохранить. Следующий виджет. Твиттер-лента. Твиттер-лента необходимо прописать. Произвольный заголовок. И в большом поле вставить код виджета, который заранее генерируется. У меня уже он есть. Видео по этому тоже есть. Вставляем в поле. Сохраняем. Далее. Девятый виджет. Подписка на канал YouTube. Произвольный заголовок. И ID YouTube. Тоже все это заранее создается. И прописывается. И прописывается. Сохранить. Следующий виджет. RSS подписка. Здесь нам только нужно написать произвольный заголовок. ID RSS подписки FitBurner мы прописали в настройках шаблона. Сохраняем. Закрыть. Следующие. Свежие записи и с миниатюрами. Здесь у нас практически все настроено. Только по своему желанию отредактируйте. Заголовок произвольный. Показывать. Заголовок статьи. Можно показывать анонс статьи. Ссылка читать далее. Далее. ID рубрик разделенной запятой. Какие вы хотите, чтобы отображались. Можно сделать. Далее. Количество записей в блоке. Смещение постов. То есть если вы напишите 1, 2, 3. То есть первые посты не будут показываться. Далее. Показывать миниатюру записи. И размер, например, давайте поставим 80 побольше. Сохранить. Закрываем. Далее. 12. Перетаскиваем в правую сторону. Топ-комментаторы. Здесь нам тоже опять же нужно написать произвольный заголовок. Количество знаков в имени. Можно оставить 20. Можно увеличить. Далее. За какой период показывать. Выберите за час, день, день. Неделю, месяц, год. Или показывать всех. В зависимости от того, сколько у вас комментариев. Как активно люди комментируют на вашем блоге. Оставим показать всех. Либо можно произвольно количество дней. Или от и до. Пример, как указывается. Написан внизу. Далее. Показывать количество комментариев. Да. Либо можно отключить этот момент. Количество комментаторов. 9. Своё поставьте цифру. И как будет отображаться. Либо в виде колонки, либо список. По умолчанию в виде колонки. Далее. Здесь автоматически подставился ваш e-mail, чтобы исключить вас, как комментатора. Как топ-комментатора. Далее. Нажимаем сохранить. Вы можете поэкспериментировать еще с этими настройками. И посмотреть, как вам захочется, чтобы выглядел этот блог. Закрываем. Далее. Следующий. 13 виджет. Свежие комментарии. Здесь произвольный заголовок и количество комментариев, которые вы хотите, чтобы отображалось. Закрыть. Далее. Четвертый. Это баннеры, которые мы настраивали в настройках шаблона. Здесь только нужно указать количество баннеров, которые вы хотите, чтобы отображалось. От одного до четырех. Поставим все четыре. Закрыть. И последний, наконец, виджет управления. Перетаскиваем его в самый низ. Это для того, чтобы вам было удобно заходить в админку. Так и напишем управление. И нажмем сохранить. Также можно добавить баннеры архив и рубрики. Здесь они у нас уже стоят. Итак, давайте посмотрим на этом этапе, что у нас получилось. Перейдите на блог. И, как видите, боковая колонка у нас об авторе, текст, читать больше, переход на страницу об авторе, аудио, видео, контактные данные. Далее форма подписки. Здесь можно будет увеличить немножко, увеличить размер. Это все делается, напомню, в настройках шаблона. Далее кнопки «Следуй за мной», группа ВКонтакте, «Одноклассники», профиль Google+, Twitter-лента, подписка на YouTube, RSS, свежие записи, топ-комментаторы, свежие комментарии, рекомендую и так далее. Все здесь указано, все есть. Следующее, что мы настроим, это меню. Меню «Главное» и меню в конце блога, в футере. Итак, переходим в раздел «Внешний вид меню». Далее придумываем название для меню в шапке. Например, «Главное меню». Нажимаем «Создать меню». Далее, с левой стороны отмечаем те страницы, которые нам нужны в этом меню, и нажимаем «Добавить». Как видите, они у нас здесь все появились. Но здесь нет главной страницы. Главная страница создается произвольно. Переходим в раздел «Ссылки». Далее прописываем главную страницу нашего блога. И в поле «Текст» прописываем слово «Главное». Далее нажимаем «Добавить». И главная страница у нас появилась. Теперь нам нужно его сформатировать. Главная у нас будет первая страница. Перетаскиваем ее наверх. Об авторе будет вторая страница. Контакты будет третья. И карта сайта последняя. Все, меню у нас сформировалось. Если вы хотите что-то еще сюда добавить, добавляйте с помощью произвольной ссылки, либо рубрики. Все, что у вас есть на блоге. Итак, далее отмечаем галочкой области темы «Primary Navigation». Это как раз меню для шапки. И нажимаем «Сохранить меню». Отлично, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такое у нас меню было. И вот поменялся теперь порядок. Теперь у нас меню сформированное. Далее мы теперь сделаем меню второе для футера, для нижней части. Для этого снова заходим в раздел «Меню», «Внешний вид меню». И нажимаем на ссылку «Создайте новое меню». Далее придумываем название. Например, «Низ», «Нижнее меню». Нажимаем «Создать меню». И делаем ту же самую операцию. Также добавляем страницы. И добавляем главную. Далее сформируем, как оно будет выглядеть. Первое – главное. Второе – об авторе. «Контакты», «Карта сайта». И ставим галочку «Меню в футер». «Сохранить меню». Давайте посмотрим. Перейдите на блок, обновите страницу. Спуститесь в самый низ. И, как видите, у нас появилось дополнительное меню. Отлично. И последнее, что мы сейчас сделаем, это загрузим и настроим плагины. Итак, переходим в раздел «Плагины». У нас всего их 12. Далее мы загрузим их каждый в отдельности. Для этого нажимаем «Добавить новый». «Загрузить». «Выбрать файл». Открываем папку «Плагины», которую мы скачали. И по очереди каждый плагин загружаем. Итак, первый плагин «Акисмет». «Установить». «Активировать плагин». Далее нам необходимо его настроить. Переходим по ссылке «Активировать вашу учетную запись Акисмет». «Создать новый ключ Акисмет». Далее на кнопку «Get an AkiSmet API Key». Далее заполните поля регистрации, e-mail адрес, имя пользователя и пароль. Пропишите имя, идет проверка e-mail, если это в базе данных Акисмет. Хорошо, есть. Далее имя пользователя подставляется автоматически и пароль придумайте сами. Далее нажимаем на кнопку «Sign Up». Дальше прописываем URL нашего блога. Далее выбираем опцию «Personal» и нажимаем «Sign Up». Далее ползунком с правой стороны цену нажмите левой кнопкой мыши и перетащите в самый левый край. Далее напишите ваше имя, фамилию и нажмите «Продолжить». Акисмет – это плагин, который будет защищать блог от спам-комментариев. Если вы хотите отблагодарить этот плагин, то вы можете назначить стоимость в год, которую вы готовы за него заплатить. Все, когда произойдет обновление страницы, копируйте это цифровое буквенное значение. И, к сожалению, вот мы ушли уже из админки. Давайте откроем снова админку блога. Далее перейдем в раздел «Плагины» и внизу у нас появилась дополнительная вкладка «Акисмет». Далее нажмите на ссылку «У меня уже есть ключ». И в поле API «Ключик Акисмет» вставьте то, что вы скопировали в Акисмет. Нажмите «Сохранить изменения». Отлично. Если вы все сделали правильно, появится зеленая полоса, на которой будет написано «Ключ верен». Далее переходим снова в плагины «Установленные». Добавить новый. Устанавливаем следующий плагин. Загрузить. Выбрать файл. И следующий плагин у нас «All-in-One SEO Packs». Установить. Активировать. Далее он тоже требует настройки, поэтому переходим. Появилась дополнительная вкладка в самом верху «Инструменты SEO». Основные. Переходим в этот раздел. И далее спуститесь чуть ниже. И прописываем данные в полях. Настройки главной страницы. Здесь прописываем название нашего блога. Воспользуемся шпаргалкой. Далее описание на главной странице. Можно поставить то, что мы поставили. Краткое описание на блоге. Ключевые слова можно пропустить. Далее спуститесь чуть ниже. И найдите раздел «Настройки внешнего вида». Показывать настройки SEO для типов записи. Отключите записи и страницы. Все, спуститесь в самый низ и нажмите «Обновить настройки». Далее переходим снова в плагины. Добавить новый. И загружаем следующий плагин. «Антиспам би». Это тоже плагин будет защищать от спама. Активировать плагин. Добавить новый. Аудио плеер. Установить. Активировать плагин. Здесь никаких настроек не требуется. Идем дальше. Добавить новый. Загрузить. Выбрать файл. «Deferet RSS». Этот плагин будет защищать нашу RSS-ленту от воровства. Далее. Добавить новый. Загрузить. Выбрать файл. «Fancy Box». Этот плагин будет открывать изображение во всплывающем окне красивом. Активировать. Для гарантии, чтобы он работал, давайте сделаем такую вещь. Перейдите в «Параметры». Найдите ссылку «Fancy Box for VP». И нажмите на кнопку «Revert to Default». Ок. Просто иногда с новой версией он не очень корректно работает, и необходимо это сделать. Все. Дальше опять переходим в плагины. Добавить новый. Загрузить. И устанавливаем следующий плагин. Google Site Generator. Установить. Активировать. Далее переходим в раздел «Параметры». XML Sitemap. Далее, если у вас все нормально активировалось, то вы увидите такую надпись, что «Результат построения такого-то числа в такое-то время». Если этого нет, то нужно будет нажать просто вот на ссылку «Заново построить карту сайта» или «Построить ее впервые». Все, отлично. Дальше. Переходим снова в плагины. Добавить новый. «Загрузить». И устанавливаем следующий плагин. Limit Login Attempts. Этот плагин будет защищать от автоматического входа, когда взломщики будут пытаться подобрать пароль или логин. Будет ограничение всего на три раза. Три ошибки. Далее. Тоже настройки никаких не требуется. Загружаем следующий плагин. «Reply Me». Этот плагин будет автоматически отправлять ответы на комментарии, которые оставил посетитель на вашем блоге. Тоже требует настройки. Переходим в «Параметры». Находим плагин «Reply Me». И здесь просто установите текст, который вам хочется. Здесь уже есть текст по умолчанию. Вы можете его отредактировать, не трогая коды. Либо оставьте его как есть. Если вы изменяли, нажмите «Сохранить». Изменяли текст, нажмите «Сохранить изменения». И далее переходим снова в плагины. Загружаем следующий плагин. «Seo Image». Этот плагин позволит оптимизировать картинки. Точнее, не сами картинки, а их теги. Давайте его немножко настроим. Перейдите в «Параметры». «Seo Friendly Images». И здесь в первом поле «Images Option Alt» вы можете убрать вот эту опцию «Name», чтобы не подставлялось имя картинки. Потому что иногда вместо имени просто стоит цифровое какое-то значение фотографии. Оставьте только «Title». Заголовок статьи будет подставляться в значение «Alt». Итак, спускаемся вниз. «Update Options» нажимаем. Далее переходим снова в плагины. И загружаем следующий плагин. Итак, последний плагин «Vipt Optimize». Нажмите «Установить». И «Активировать плагин». Все, на этом настройка закончилась с шаблона. Еще раз повторю, что более подробно, как получать ссылки, как получать всевозможные ID, как регистрировать профили, все это есть в отдельных видео. Здесь же я показала просто, буквально, как с заготовленным заранее файлом настроить шаблон, чтобы он имел рабочий вид. Итак, последнее, что мы сейчас сделаем, это проверим, что у нас получилось. Давайте откроем в новой вкладке «Блок». Итак, у нас все настроено, все отображается, все боковая колонка. Внутри статьи, если мы переходим в статью, у нас отображаются кнопки, кнопки «Поделиться», форма подписки, похожие записи, комментарии. Еще мы проверим карту сайта. Наберите в адресной строке адрес вашего блога «slash» и «sitemap.xml». Карта сайта отображается. И проверим последнее, это робот с текстом, то, что мы создали ранее. Наберите адрес вашего сайта «slash» «robot с текстом». Должен открыться ваш робот с текстом. Для гарантии еще можете проверить то, что мы исправляли строчку «sitemap». Скопируйте ее, чтобы просто убедиться, что вы все сделали правильно. Откройте новую вкладку, вставьте эту ссылку и должна открыться карта сайта. Отлично. И последнее, «host» тоже проверьте на всякий случай. Скопируйте, ставьте в адресную строку и должен открыться ваш блог. Отлично. Все работает, все работает корректно. На этом настройка закончилась. Более подробную информацию смотрите в дополнительных видео.